добрый день уважаемые зрители начинаем наш семинар без индикаторный анализ основных валютных пар сами кирилл рудович напомню как обычно можете задавать ваши вопросы в чат пишите все что вас интересует все ваши комментарии вопросы я все читаю стараюсь давать сразу на ваши вопросы ответ как только они у вас появляются поэтому не стесняйтесь пишите для того чтобы задать вопрос чат вам достаточно авторизоваться в личном кабинете и будет уже доступ к чату давайте начнем как обычно с календарь экономических событий дальше уже переключимся на графике посмотрим что у нас на сегодня в понедельник до что у нас здесь имеется если какие-то возможности для того чтобы немножко заработать итак на сегодня до в основных странах британия австралия новая зеландия канада пасхальный понедельник продолжение празднования выходной ведь с утра было выступление главы банка японии куроды и из того что здесь запланировано у нас на сегодня в принципе пожалуй все да то есть какие-то особо важные статистики особо важных моментов выходов и так далее не замечено не видно да а глянем обязательно завтрашний день потому что завтра протокол заседания резервного банка австралии довольно важная штука именно для австралийского доллара поэтому тоже надо быть конечно внимательными и что мы здесь видим завтра в принципе такой день тоже слабенький до вторник вот среда уже среда четверг вот учета супер сверх естественно по новостям по статистике не замечено значит можно что делать можно опираться на графике на технический анализ что он будет технический анализ давайте начнем с евро доллара да то есть наша флагман наш рынка форекс что по евро доллару я тут в пятницу по моему ставил разметки да что мол дойдем мы где-то 106 40 и возможно все-таки пойдем вниз как видим а попытка была пройти до с первой попытки не получилось а вот со второй евро пробивается причем пробивается так довольно таки активно да поэтому пожалуй наш сценарий ухода вниз пока можно отложить долгий ящик на неопределенный срок вот что сейчас по евро доллару можно сказать ну можно сказать что евро пытается пройти наверх конечно торги идут пока не в полную силу это во-первых да во вторых мы видим что тут прошлая свечка тоже так проколола уровень и как говорится на этом все да на этом привет приехали вот что можно в принципе ожидать сейчас какие здесь идеи есть ну возможно все-таки наш сценарий нисходящих пока себя не оправдает да то есть идея двигаться вниз ну как видим прошлый раз уровень тоже так интересного пробивали да я имею до 1640 считаем 1640 тоже так сначала здесь была попытка пробить потом точно также в обратную сторону очень коряво да теперь опять также попытка пробить наверх ну сложно пока сказать честно да если же мы закроемся ниже сегодняшним сегодняшним днем да то есть вероятность того что мы будем снижаться но пока как бы все намеки на то что продолжится об тренд продолжится восходящее движение и самое время нам перегруппировать силы да и поискать тогда возможности для покупок возможно мы сможем где-то здесь подзайти сделки открыть сделки какие-то на покупки да на текущий момент пока ну таких заходов я не вижу да если смотреть только чуть помельче если это начался тренд дайте это началось движение то возможно я думаю что где-то к уровню 106 37 106 38 будет откат и с него можно будет попробовать зайти но пожалуй пока наверное пусть развивается да если что-то получится стоящие какая-то точка входа стоящие получится тогда будем ее расторговать тем более понедельник понедельник всегда день не самый лучший конечно да поэтому поставим пока без внимания глянем что есть вообще доллар-франк франк так здорово поехал естественно евро доллар доллар франк это пары они обратно скоррелированы в разные стороны да и похоже что франк да немного здесь а потрепав нервы 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 тем кто в канале торгует похоже продолжает свой даун тренд падение свое нисходящее нисходящее движение и вероятнее всего продолжить снижаться и дальше поэтому если вдруг кто-то оставался в продаже кто-то держался продаж да я думаю что а и дальше есть смысл их держать единственное что ну там по уровням есть как в продолжение тренда заходить то я думаю что это где-то здесь 12027 условно 12030 уровень и можно попробовать его расторговать то есть найти какую-то точку опоры на и попробовать зайти на возврат к этому уровню собственно ретест от этого уровня попробовать зайти в продаже по паре доллар сша швейцарский франк да ну опять же пока а цена не пробила да естественно мы ничего предпринимать не будем ведь попытка уже такая была долл ложного пробоя можно даже так сказать хвостом прокололи не пробоя прокол называется да и дальше цена вернулась обратно будем смотреть как сейчас себя поведет цена здесь на этом уровне будет какая-то расторговка не будет и только тогда уже решим да надо ли нам это все надо ли нам двигаться дальше в продажу ну а пока допустим цена не пробила этот уровень я бы посоветовал воздержаться сделать потому что всегда всегда надо дожидаться именно пробоя уровня всегда надо дождаться ухода цены ниже этого уровня а дальше посмотрим фунт доллар глянем что по фунту ну тут по фунту я пророчил да такой даун тренд точнее тоже смотрел но как-то с 1 25 он развернулся а если так посматривать уровень наши да вот 125 так очень 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 скрипя развернулся и пошел дальше наверх в принципе со всеми остальными валютами со всеми парами с тем же евро да и но что по фунту вверху к 126 стоит отметка давайте 126 поставим ровно пожалуй та цель куда сейчас пока стремится пара фунт доллар если так смотреть среднесрочной перспективе среднесрочно да и возможно возможно все таки достигнет цели я думаю что вполне вероятно даже сегодня поэтому по фунту если кто-то в лангах стоит то сохраняется настрой ланговый бычий настрой рынка и настрой именно на покупке пока сохраняется по фунту хотя по фунту тоже редко было очень редко бывают какие-то сигналы и серии супер надежные дальше глянем поение поение сейчас там интересно картинка намечается да вот мы как бы и внизу уже вот и есть вероятность есть попытка разворота да я тут строил уровне в прошлый раз но цена их проигнорировала ушла еще ниже да уж не еще пониже вот ну я думаю что кардинально глобально пока ничего не меняется глянем если смотреть по дневному графику мы видим что то есть мы тренд который шел до евро доллар повторить хорошо обязательно наталья я думаю что время у нас останется повторю а ну что построить просто трендовый трендовая линия да то есть цена у нижней границы и это во-первых как бы такой нам хороший хорошая подсказка на то что ребята ищите покупки да ну по крайней мере так смотрится не знаю конечно надо бросаться с головой на ванги поение но надо иметь в виду да и надо иметь в виду вот а если так расторговать какой-то из уровней ну вот этот уровень естественно остается никуда не уходит 109 35 109 85 тоже уровень остается в том числе ничего с ним мы не предпринимаем а где сейчас что-то найти какие-то варианты ну как-то здесь ушли я не могу сказать что здесь вот этот уровень который там локальный да условно говоря два раза потрогали и пробили есть конечно предпосылки есть вероятно что мы с него сейчас и продолжим двигаться как вариант тогда надо смотреть на меньшем таймфрейме допустим пять минут как тут красиво было пробитие блоге пробития и только потом тогда уже предпринимать действия а можно попробовать кстати с него зайти мне тут глянем просто по рискам да то есть но если заходить прямо с этого уровня в районе 20 пунктов у нас топ сейчас мы прикинем надо все по науке делать торгуем от рисков до посчитаем так ну 06 можем открыться говорит мне скрипт да хорошо давайте выставим все ну попробуем по крайней мере вот а уж 108 20 а попробуем выставиться дотянутся хорошо не дотянутся не хорошо да но так или иначе в принципе у нас а варианты для сделок есть да возможно для сделок есть есть предпосылки что все таки можно по иене за иену сейчас ухватиться да и есть вероятное что будет все таки аптренд до движение повыше где-то 109 30 но здесь 109 35 но я думаю это первая отметка в которую мы можем удариться до от которой может быть какая-то потом реакция но пока цена еще не дошла до этой отметки да можно будет попробовать прикупиться что ли по иене можно даже так сказать а дальше давайте посмотрим австралийский доллар что у нас австралийским долларом какая ситуация начнем тоже с дневного графика дневного таймфрейма по австралии австралиец у нас подобрался ок 070 076 уровень давайте подъехали а 076 подобрался вплотную практически да для австралиц тоже уровень не слабый можно сказать важный знаковый да можно там подбирать аноним бесконечно а что дальше ну пока да то есть либо вверх либо вниз варианта 2 остается и вероятность у обоих вариантов она практически одинаково покажет цена не пробьет этот уровень мы можем только наблюдать да только разводить руками потому что вероятность обоих сценариев она примерно одинаково нам надо чтобы какой-то сценарий превалировал на что ли был перекос либо покупкам либо продажам дисбаланс какой-то был вот а дисбаланс пока к сожалению не видно но я все-таки склоняюсь пока что возможно по австралийскому доллару мы увидим продолжение восходящего тренда продолжение вот этого об тренда который здесь у нас зародился да но пока не спешим да опять же сценарий тоже а ждем пробития уровня как только уровень пробьют только тогда мы предпринимаем какие-то действия активные действия и открываем сделки да пока же пробой уровня не было поэтому я думаю что просто наблюдаем до смотрим делимся идеями переживаниями но не более того дальше новозеландский доллар по новозеландскому доллару тоже похожая картинка сломал тот прошлый даун тренд который был да тут или даун тренд или откат это можно называть по-разному то есть кто-то откат говорит кто-то даун тренд говорит так открылась сделка наша открылась как-то не очень красиво ну да ладно объем большой просто вот а что сейчас по новозеландскому доллару мы но 70 пробили уровень сегодня но я думаю что мы сегодня так и закроемся то на на этой отметке может даже выше вот и вероятнее всего пока по целям у новозеландского доллара идеи именно на рост 2 поэтому если кто-то в лангах стоял стойте дальше держите позиции вот насчет шортов продаж ну здесь просто не ну не откуда давить какой был заход вниз красивый практически до на 7 добрались да но не дотянули буквально считанные пункты считанные пипсы как говорят и дальше цена начинает у лепетова да то есть вот 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 была точка входа 070 ванну 070 07 206 то есть 6 пипсов практически ровненько в 0 0 7 6 пунктов до ударили не хватило буквально пару пунктов для того чтобы про прям ровно в 0 7 ударить вот и по новозеландскому доллару идея на рост пока сохраняется об тренд но по крайней мере а до верхней границы 070 70 давно 7067 но слон гаря 070 это идея пока на рост по паре новозеландский доллар доллар сша да то есть наши линии понравились мне линии со стрелками буду сейчас рисовать везде и всюду опасно недавно заметил что есть такие красивые стрелки вот так что пока по новозеландскому доллару такая картинка канадский доллар что же у нас с канадским долларом я тут обозначал да что уход вниз и потом возможно движение наверх очень высоко очень далеко да теперь надо самое время пересмотреть свои мысли и постараться посмотреть картину в общем и целом всегда советую начинать чуть побольше таймфрейма для того чтобы видеть картину целиком не только какие-то там какой-то локальный уровень да там зашориться и не обращать внимание на то что происходит вокруг начинайте с большего смотрите что вокруг происходит и потом уже ищите возможности отрабатывать пока же на дневке но мы видим что давайте вернемся на дневку была попытка пробить это 133 практически 132 80 такой ложный пробой да я всегда считаете моменты ложными пробоями и цена ушла наверх и дальше прижимается да вот но опять же пока пробития не было то пожалуй наверное нет смысла особо обращать внимание на этот уровень хотя по канадскому доллару как-то последний месяц уровне тип прошивались просто в раз в самые разные стороны и вверх и вниз и как бы доверием особо большого не было да но это касается именно канадского доллара поэтому пожалуй с прогнозами я по временю да вот но то что развивается вниз но пусть движется двигаться до канадский двор давайте оставим так пока там понедельник у них выходной да тоже в канале пасхальный понедельник лучше все таки когда канадцы придут на свои там рабочие места начнут торговать своим канадским долларом тогда тогда и поговорим да потому что сегодня бессмысленно в отсутствие какой-то сильной ликвидности говорить об этом да и там американская ликвидность тоже не особо сказывается не сильно много как-то ну вялый вялый день ничего ничего не поделаешь а как бы нам там хотелось не хотелось заработать да ну никто наши там желание не учитывает а по сингапурскому доллару сползли вниз и снова на подъем да вот такая вот вам супер азия глянем по дневному графику на дневке на дневке подхват да то есть возможно вместе с иеной в унисон пойдут наверх есть пока по крайней мере такие перспективы насчет того где зайти бы вход до в него где взять там сделочку какую-то совершить но не не раньше чем 139 60 уровень да как только цена перевалит за него только здесь уже наверху мы будем искать возможности для покупок искать возможности для лангов пока же цена наверх не перешла не переломила да тогда мы естественно ничего делать не будем золото по золоту сейчас наши мысли проверим добрались 12 83 практически до максимума да но золото сегодня а сегодня торгуется по золоту торги но тоже ведь какие вяленькие торги в пятницу по моему не было там ничего да вот а что мы можем сказать по золоту вот не знаю по золоту мне кажется пора бы ему пока пока развернулся до 1289 тут 1287 уровень 12 практически 3 до почти 13 уже было до отметка 1300 я имею ввиду тестировали пробовали на зуб на вкус там кто 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 как на что да и что можно сказать пока по золоту но я думаю пора бы поискать будет какой-то откат возможно где-то с этой границы как видим уже сегодня на золото пока прижимается пониже конечно это пока не показатель один день может все резко измениться но уровень нас есть до 12 83 и можно попробовать прицелиться с этого уровня на продажи опять же пока цена уровень не пробила естественно никаких продаж без не может да хотя мы видим что открылись гэпом дорастут снижение второе снижение такие от торговки а вполне вероятно что мы ну сможем двигаться вниз да давайте тоже то где тут наша стрелка ну я думаю что вероятнее всего да будет уход именно вниз движение вниз и можно будет его где-то подловить но опять до ждем пробития 12 83 и 9 но практически 12 84 как только цена его пробьет тогда да тогда мы можем уже решаться на какие-то сделки дальше серебро по серебру по серебру тоже такая же картинка естественно там с гэпом открытия да так как не было торгов в пятницу и кажется мне что заскучали там трейдеры на выходных и вероятнее всего тоже продолжится какие-то продажи начнутся вот поэтому как вариант можно посмотреть шарты да но у крайне осторожно если так из уровней смотреть что есть то наверное бы ну как вариант можно где-то вот здесь 1844 1845 вот от этого уровня какой-то шортик словить но не ранее не ранее а доллар зар открывали так индикативную сделку можно сказать минимальным лотом молодец продолжает двигаться в том направлении где мы его куда мы ожидали да хорошо как говорится хоть и небольшим объемом зашли но не имеет разницы да мы проверяем свои идеи проверяем свои собственно суждение о рынке и на этот раз мы оказались правы да да зар южноафриканский ран движется туда где мы его и ожидали вот я думаю что есть смысл дальше держать сделку еще не проявилось это это для zara вообще не расстояние да то есть увидите как он бегает вот поэтому ну как вариант можно еще поддержать сделку поддержать продажи я думаю что то получится так просили еще евро доллар не успели да а что по евро доллару но по евро доллару пока идет об тренд я думаю что все таки будет продолжаться восходящее движение все таки будет движение наверх идеи свои пересмотрел пятничные насчет продаж да хотя цена как бы в наш уровень не ударилась но пошел подхват снизу до прошили этот уровень можно попробовать поискать ланге все-таки можно попробовать поискать покупки по евро ну главное чтоб мы хотя бы тем уже и так закрылись да можно сказать что этот уровень пал смертью храбрых можно собственно это уровня уже искать возможности лангов вероятнее всего такая возможность скоро в скором времени появится но они тогда пробуем что-то там на коротких таймфреймах 5 минутках какие-то откаты словить пока не получится в общем направлении могу сказать да по направлению вероятность высокая что будем двигаться наверх из там уровней ближайших да какие у нас есть это где-то 106 85 ну при 2 преддверии 107 вот это будет вероятнее все ближайшая цель а дальше конечно уже надо будет смотреть да как себя цена по евро доллару поведет но пока пока так такие мысли такие идеи глянем еще нашу сделку по иене по японской иене до подвисла на уровне но будем надеяться что сейчас немного передохнет соберется силами и как прыгнет да как прыгнет как начнет двигаться наверх как мы прям обалдеем до отчасти вот а ну по целям я думаю наша цель 80 20 но есть возьмем как бы всю дату соотношение у нас 90 пунктов пусть будет под уровень вот а ну пока идеи какие-то я думаю что понятно что это не одного дня идея то есть вполне возможно это на 23 дня растянется подъем к этому уровню до 109 35 а там уже будем смотреть но где-то здесь на уровне я думаю пора ну надо будет прикрыться а даже если мы пробьем его я думаю что будет возможность перезайти еще покупки с этого уровня наверно вот а в целом в общем и целом ну такая вот цель скажем среднесрочное поение я бы ориентировался наверно 111 60 вот это среднесрочная наша цель да куда мы поение вероятнее всего и доберемся 111 60 то отметка на которую стоит ориентироваться да хотя можем даже наверное на нее забросить пусть такая долгоиграющая сделка повисит конечно это а времени у нас займет много надо глянуть там слопы какие-то в какую сторону но в среднесрочной долгосрочной перспективе поение отметка 111 это наша цель цель нашего движения ну а по ходу того как будет развиваться сделка возможно просто на следующих уровнях мы добавимся ну либо экстренно зафиксируемся если вдруг цена откажется идти в нашем направлении а такой обзор на сегодня по основным валютным парам золото серебро напомню что запись вы можете найти в группе альпари в ютюбе и группе вконтакте также напомню что сегодня в 18 часов у нас будет 18 часов по москве у нас будет клубный день называется он как правильно анализировать свои торговые результаты зачем это надо поговорим о торговых отчетах поговорим что там в этих отчетах искать смотреть зачем это вообще надо и как это может помочь вашей торговле в будущем на этом все всем хорошего дня жду вас сегодня в 18 часов по москве и 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